Божьи слова на каждый день и получит одобрение от Него. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не получишь одобрение Иисуса. Тебя никогда не сочтут достойным того, чтобы войти через врата Царства Небесного, потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Те, кем управляют законы и письмена, те, кто скован историей, никогда не смогут обрести жизнь, никогда не смогут обрести вечный путь жизни. Причина этого в том, что вместо воды жизни, что течет от престола, все, что они имеют, — мутная вода, застоявшаяся на протяжении тысяч лет. Те, кто не имеет воды живой, навсегда останутся трупами, забавой сатаны, сыновьями ада. Как же им тогда узреть Бога? Если ты только то и делаешь, что держишься за прошлое и стремишься оставить все, как было, на своих местах, если ты не стараешься изменить статус-кво и отбросить в сторону историю, не будешь ли ты тогда всегда против Бога? Этапы работы Бога необъятны и могущественны, как бушующие воды или раскаты грома, а ты сидишь и пассивно ждешь разрушений, цепляясь за свои прихоти и ничего не делая. Если так, то как же можно считать тебя тем, кто следует по стопам Агнца? Как ты можешь подтвердить, что Бог, за которого ты держишься, это Бог, который всегда новый и ничуть не ветхий? Как слова в твоих пожелтевших книгах могут привести тебя в новую эпоху? Как они могут направить тебя на поиски этапов Божьей работы? И как они могут привести тебя на небеса? То, что ты держишь в руках, это всего лишь литература, которая может дать временное утешение, а не истины, способные подарить жизнь. Писания, что ты читаешь, могут обогатить твой словарный запас, но не могут дать слов мудрости, которые помогли бы тебе познать человеческую жизнь, не говоря уже о путях к твоему совершенству. Неужели это противоречие не дает тебе пищу для размышления? Разве оно не позволяет тебе понять таинство, что находится внутри? Способен ли ты сам попасть на небеса, чтобы самостоятельно встретиться с Богом? Без пришествия Бога сможешь ли ты попасть на небеса, чтобы насладиться семейным счастьем с Ним? Ты все еще грезишь? Я предлагаю, чтобы ты перестал мечтать и посмотрел на того, кто работает сейчас, кто исполняет труд по спасению человека в последние дни. Если ты этого не сделаешь, ты никогда не обретешь истины и никогда не обретешь жизни. Те, кто желает обрести жизнь, не полагаясь на истину, которую провозглашает Христос, самые глупые люди на земле. А те, кто не принимает путь истины, который принес Христос, заблудились в иллюзиях. И поэтому я говорю, что люди, которые не принимают Христа последних дней, навсегда будут ненавидимы Богом. Христос – это вход человека в Царство в последние дни, который никто не может обойти. Никто не может быть усовершенствован Богом, кроме как через Христа. Ты веришь в Бога, поэтому ты должен принять Его слова и подчиниться Его пути. Ты должен думать не только о том, как получить благословение, не заботясь о том, как познать истину или принять обеспечение жизнью. Христос пришел в последние дни, чтобы все, кто истинно верит в Него, могли получить жизнь. Его труд совершается ради завершения прежнего периода и начала нового. Его работа – это тот путь, по которому должны пройти все, кто желает войти в новый период. Если ты не способен признать Его и вместо этого проклинаешь, хулишь или даже подвергаешь Его гонениям, тогда тебе суждено вечно гореть в аду. Ты никогда не войдешь в Божье Царство. Ибо этот Христос Сам и есть воплощение Духа Святого, воплощение Бога. Есть Тот, Кому Бог доверил совершить Его работу на земле. И поэтому я говорю, что если ты не можешь принять все, что сделал Христос в последние дни, «Тогда ты хулишь Духа Святого». Всем очевидно, что те, кто хулит Духа Святого, должны получить возмездие. Я также говорю, что если ты противишься Христу последних дней и отвергаешь Его, тогда никто вместо тебя не сможет взять на себя ответственность за последствия. Более того, начиная с этого дня и впредь, у тебя больше не будет возможности получить одобрение Бога. Даже если ты попытаешься спасти себя, ты больше никогда не узришь лицо Бога. Поскольку ты противишься не человеку, ты отвергаешь не какое-нибудь тщедушное существо, ты отвергаешь самого Христа. Ты осознаешь последствия этого. Ты не просто допустил маленькую ошибку, ты совершил чудовищное преступление. Поэтому я всем советую не скалиться на истину и не подвергать ее легкомысленной критике, потому что истина может принести тебе жизнь, и ничто, кроме истины, не позволит тебе возродиться и узреть лицо Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok